Добрый день, дорогие коллеги! Надеюсь, меня слышно хорошо. Во-первых, позвольте мне поблагодарить за возможность участия в такой интересной секции с потрясающими дискуссиями и, правда, интересными данными, которые, например, я не все из них знаю. Сегодня я хочу вам кратко рассказать о маркёрах вируса Epstein-Barr, которые используются или будут использованы для диагностики, мониторинга у больных в эпосоциированном патологии над Россией, но в данном случае у больных раком носоглотки. Среди всех случаев рака в мире нам известно, что порядка 20% приходится на опухоль инфекционной природы. И среди этой группы выявляют такие онкогенные вирусы, как вирус папилломы человека, вирусы гепатитов ВСН. Нас интересует в данном случае буквитарный вирус, вирус Эпштейна-Бар. И к общим механизмам канцерогенеза опухолевой трансформации клетки с участием всех вирусов относят индукцию генетической нестабильности, стимуляции клеточной пролиферации, уход от апоптозы с использованием, в том числе и вирусных белков, а также уклонение от контроля иммунной системы. Также я довольно кратко остановлюсь на веб, чтобы чуть-чуть ввести вас в курс дела, напомнить основные ключевые какие-то моменты. Вирус Эпштейна-Бар инфицировано до 95% всего населения планеты, и заражение происходит в раннем детстве, в возрасте, бессимптомно практически. Вирус проникает в организм через Вальдейрово кольцо, и все мы являемся вирусоносителями. Но при этом репликация вируса находится под жёстким, чётким контролем иммунной системы. Главным резервуаром вируса в организме является малая тракция Б-лимфоцитов. Сразу же после открытия вируса Эпштейна-Бар стала ясна его способность участвовать в трансформации клетки, соответственно, в возникновении опухолевого процесса в организме. И с этого времени накопились довольно весомые доказательства этиологической роли ВЭП, но основные из них, они представлены на слайде, основные из них, конечно, относятся к высокой частотам ВЭП-ассоциированных заболеваний в так называемых антоничных регионах, а также высокие титры антител к вирусу и, соответственно, высокие концентрации вирусной ДНК в организме пациента, в организме больного. Инициация ВЭП-инфекции осуществляется в результате, известно уже в настоящий момент, осуществляется в результате связывания вирусного гликопротеина GP350-220 с молекулой CD21, которая является поверхностным рецептором клеток, который служит мишенями для вируса Эпштейна-Бар. Именно экспрессия CD21 на поверхности в основном Б-лимфоцитов, но в меньшей степени на поверхности эпителиоцитов и некоторых Т-клеточных линий объясняет терапизм вируса именно к этим типам клеток. И на сегодняшний день мы детально представляем механику этого процесса, структуру и участников. И в данном случае я представляю одну из моделей, построенной группой наших коллег. Если мы посмотрим схематично на этот процесс, то мы увидим, что нормальные Б-лимфоциты в ЭП проникают путём рецепторного эндокситоза. И после узнавания поверхностным вирусом GP350, о котором я говорила, рецепторы CD21 происходят, слияние вирусной эндосомной мембран и переход нуклеокапсида в ЭП в цитоплазму клетки. При инфицировании же эпителиальных клеток, на поверхности которых также в небольшой степени присутствует этот рецептор CD21, проникновение вирусного нуклеокапсида осуществляется в результате непосредственного слияния вирусной мембраны и клеточной. И сразу после проникновения в клетку ДНК ВЭП чаще всего остаётся в виде эписомальной формы и передаётся дочерним клеткам. В ряде форм лимфомы Бергетта показана интеграция вирусной ДНК в клеточную ДНК, но мы о них сегодня не будем говорить. Ну и так же, как и в случае с другими вирусами, в данном случае существует два пути развития событий после инфекции клеток. Это переход к литическому или латентному циклу вируса. Но активация генов литического цикла приводит к размножению вируса, к высвобождению вирусных частиц. Это, естественно, не очень выгодно для клетки, поэтому чаще всего вирус сохраняет жизнеспособность и переходит в латентную фазу. При этом экспрессия вирусных генов контролируется в зависимости от степени... Они в зависимости от степени экспрессии вирусных генов выделяют различные типы латентности. Это именно вирусы Эпштейн-Авара от нулевой к третьей. И, соответственно, чем выше тип латентности, тем большее количество вирусных генов экспрессируется, в том числе, естественно, вирусные онкогены. При этом для отдельных, ассоциированных злокачественных патологий показана конкретная чёткая связь с конкретным типом латентности. Например, рак желудка. Там мы чаще всего видим экспрессию с первым типом латентности, то есть крайне ограниченного числа генов. А рак носоглотки, вирусных генов, естественно, рак носоглотки — это второй тип латентности. Конечно, следует отметить, что экспрессии только вирусных генов недостаточно для развития злокачественных патологий. И требуется дополнительный фактор как внешней среды, так и внутренней. Здесь на слайде представлены. И эти факторы описаны в основном для эндемичных зон, для этих патологий. И, как я сказала уже, при нарушении иммунного контроля вирус Эпштейн-Абар вызывает различные патологии. Не только злокачественные, но и доброкачественные. Это инфекционный мононуклеоз, например. А среди злокачественных выделяют лимфопролиферативные заболевания и эпителиальные формы веб-ассоциированных заболеваний. Но самая главная особенностью распространения веб-ассоциированных злокачественных патологий, я уже об этом упоминала, является их сосредоточение в различных регионах планеты, в так называемых эндемичных зонах. Например, рак носоглотки чаще всего выявляется в Юго-Восточной Азии, лимфома Хочкина — это страны средиземноморского региона и так далее. Но причины существования этих эндемичных регионов на сегодняшний день не совсем понятны, мы можем только предполагать. И, естественно, не нужно в данном случае исключать влияние различных факторов и циркуляции именно в этих регионах высокоонкогенных, высокоопатогенных штаммов. Также генетическая предрасположенность населения этих территорий и подверженность, как я уже в предыдущих слайдах говорила, влиянию различных вредных факторов в окружающей среде. На самом деле большую загадку представляет развитие ВЭП-ассоциированных патологий в неэндемичных зонах, например, на территории России. Если мы быстро посмотрим на структуру вируса, то увидим, что в геноме существует порядка 90 генов. В геноме вируса Эпштейна-БАР. И все их подразделяют на предранние, ранние и поздние гены. Недавно была опубликована интересная работа по анализу генетических изменений и накопления соматических мутаций, которая была проведена на 12-ти клеточных линиях ВЭП-ассоциированного рака носоглот. При этом выявили изменения активности целого спектра сигнальных каскадов и транскрипционных факторов, вызванных именно геномной нестабильностью в опухолевых клетках при инфекции вируса Эпштейна-БАР. А существование, как я говорила, разных типов инфекций, латентно-элитической, о которых мы уже говорили, определяет различия и в репликации вирусного генома, и в экспрессии его вирусных генов. И так, при латентном типе инфекции показана экспрессия по крайней мере 11 латентных генов, два из которых кодируют малый и не более демилированный РНК, а с трансформирующей потенциал отличает целый комплекс ядерных и мембранных генов, которые как раз вносят существенный вклад в трансформирующий потенциал вируса, в его функциональную активность. При этом в качестве основных вирусных онкогенов рассматриваются латентные мембранные белки, которые как раз и отвечают за опухолевое перерождение клетки, ее трансформацию, активируя пролиферацию клеток, способность к метастазированию и в каких-то случаях даже резистентность к терапии. Также я хотела бы отметить, что совсем недавно стали появляться большое количество публикаций по обнаружению и характеристики опухолевых экзосом. То есть в данном случае опухолевые экзосомы формируются клетками рака носоглотки, в ассоциированной форме рака носоглотки. Показано, что они несут различные типы генетического материала, в том числе вирусный, в том числе основной вирусный онкоген ЛНП1 и ряд микро-РНК. Эти экзосомы могут переносить окружающим клеткам или в кровяное русло свои компоненты, и, возможно, это может привести к поддержанию вирусной инфекции или инфицированию окружающих клеток. Но также это нарушает контроль со стороны иммунной системы. А при этом туморогенная роль таких экзосом на самом деле при вирусах Шейнобар ассоциированной рака носоглотки доказана. И учитывая, что они несут множество специфических молекул и патогенных молекул, их рассматривают в качестве потенциально диагностических и прогностических маркеров таких опухолей. Ну и предлагается, естественно, использовать обнаружение экзосомального ЛНП1, к примеру, в сыворотке крови или в спине или в опухолях в качестве маркера, лимфом и рака носоглотки. А выявление экзосомальных РНК, ДНК и ВЭП в качестве специфических маркеров рака носоглотки. Ну, на самом деле, в данном направлении в нашей лаборатории ведется большая работа, но тут сложности, естественно, как вы все понимаете, в получении, методические сложности пока возникают в получении такого типа экзосом и их наработки большого количества для проведения чувствительного анализа. Если мы остановимся на латентом ибранном белке, как основном онкогене вируса Эпштейн-Абар и его возможности использовать в нем в качестве маркера, то, согласно опубликованным данным, пандемичных по веб-ассоциированным заболеваниям регионов в опухоли в клетках РНГ чаще всего выявляются высокотуморогенные варианты ЛНП, это чайна, мет плюс, мет минус. Но в наших исследованиях, проведенных на территории России, показано, что ЛНП-1 чаще всего встречается в низкодивергентной форме этого белка, которая характеризуется незначительным количеством мутаций, 3-4 по сравнению с прототипным вариантом и, соответственно, незначительной трансформирующей активностью. Среди аминокислотных замен, которые мы выявили в этом белке, замены в основном располагаются в С-терминальной области белка. Именно эта область ответственна за трансформирующую активность ЛНП-1 и, соответственно, туморогенные свойства вируса Обштейна-Бар. Мы провели функциональный анализ таких мутантов вариантов ЛНП-1, часто встречающихся у больных РНГ с различными мутациями, именно в С-терминальной области. С использованием ретро-вирусных векторов мы получили клеточные линии, которые постоянно экспрессировали изучаемые нами варианты ЛНП-1. При этом нам удалось показать, что такие варианты антогена способны трансформировать фокус в левую клетку. Конечно, инвектор в данном случае работа была проведена, и они способны вызывать фокусы трансформации, формируют клеточные колонии. Также показано изменение сигнальных путей при экспрессии изучаемых вариантов ЛНП-1. Также я бы хотела остановиться на гуморальном ответе. И известно, что большинство больных раком носоглотки, в отличие от опухоли, не ассоциированных с вирусом Штейн-Абар, характерны повышенные титры гуморальных антител КВЭП. Они поднимаются до высоких уровней задолго до постановки диагноза, выявление антител к глобулину класса А, ИГИА, капсидному и раннему антигену вируса Штейн-Абар широко используется для скрининга в эндемичных регионах. Соответственно, мы стали тоже это использовать в своих исследованиях и в клинических рекомендациях. И проведенные нами исследования показали, что частота обнаружения ИГИА-антител к вирусу апсидному антигену в плазме, больных РНГ и здоровых лиц составляет 100%. И основываясь на коэффициентах, соответствующих полученным титрам ИГИА-антител, наша лаборатория разработана и долгие годы успешно применяется решающее правило для дифференциальной диагностики рака носоглотки по титрам гуморальных антител КВЭП. Ну, соответственно, положительное значение коэффициентов указывает на веб-ассоциированную форму рака носоглотки, а отрицательное на веб-неассоциированную какую-то патологию пациента. Значит, и, но, несмотря на положительный опыт использования вирусных маркеров, гуморального ответа, следует отметить некоторую инертность антивирусного иммунного ответа в отражении динамики опухолевого процесса. Именно поэтому в последнее время довольно активно используется тестирование плазмы крови на присутствие нуклеиновых кислот, связанных с опухолью, и в качестве метода, позволяющего ранее выявление рака и мониторинг опухолевого процесса и возникновение рецидивов даже. Количественное определение копии ДНК представляется особенно полезным методом мониторинга также для клинических остаточных опухолей, то есть скрытой опухоли после проведенной химиотерапии или химиолучевой терапии и для прогнозирования эффективности лечения. Поэтому в данный момент наряду с определением титров антител КВЭП параллельно мы естественно проводим выявление ДНК вируса Пштейнобар в плазме крови таких больных. И в данном слайде показан сравнительный анализ сирологических и вирусных маркеров вируса Пштейнобар у больных раком носоглотки с различными размерами опухолями и стадиями заболевания. Но статистически значимых закономерностей в данном случае нам выявить не удалось. При этом в группе больных РНГ с высокими титрами IGG антител к вирус к оптимному антигену мы выявили высокие значения нагрузки вирусной ДНК, а в то время как в группе больных с низкими титрами соответственно этих же антител концентрация ДНК была значительно ниже, чем в предыдущей группе сравнения. Но различие между двумя этими показателями вирусной нагрузки в группах больных разными титрами вирус специфических антител было статистически достоверно, поэтому мы можем говорить о такой закономерности. Схожую аналогичную корреляцию мы наблюдали в группах больных с отличающимися титрами IGA антител к вирусу к оптимному антигену. Иную картину мы наблюдали при сопоставлении активности гуморального ответа у больных РНГ и контрастно отличающейся вирусной нагрузки в плазме. Так, в группах больных с концентрациями ДНК в более 10 тысяч и менее 500 копий в одном миллилитре плазмы различия между титрами антител оказались статистически недостоверными. Ну, возможно, пока это связано с недостаточной выборкой участвующих в эксперименте. Так, ну, на этом слайде представлены результаты параллельного изучения больных с первично установленным диагнозом РНГ на содержание веб-специфических антител и концентрацию вирусной ДНК до и после проведенной терапии. Мы видим, что высокие значения титров антител в данном случае 96 больных использовались в эксперименте до лечения. У 44 из них эти титры после проведенной терапии статистически достоверно снизились, а после лечения аналогичное снижение титров было обнаружено и для АГА, и для АГГ антител. Медиана концентрации вирусной ДНК при этом в плазме больных после лечения до лечения также значительно снизилась. В силу высоких значений отциркулирующей ДНК в отдельных больных мы не нашли ответивших позитивно на проведенную терапию, то есть вирусная ДНК оставалась высоким значением концентрации вирусной ДНК. А в группах больных с другими опухолями полости рта, не связанных с вирусом Штейнобар и у донора в крови, которые мы использовали в качестве контрольных выявлены. Естественно, низкий гуморальный ответ к ВЭБ и фоновое количество вирусной ДНК в плазмах крови. Для того, чтобы выяснить информативность данных маркеров, о которых я сейчас рассказываю, в различных состояниях титры веб-специфических антител и показатели концентрации вирусной ДНК у больных РНГ в состоянии ремиссии и рецидива мы сравнили эти две группы. И проведенный анализ показал, что GGA и антитела у больных в состоянии ремиссии и рецидива были одинаково высокими, но различия между их значениями были статистически недостоверны. Напротив, если мы брали вирусную ДНК, вы видите на графике, это четко показано, вирусную ДНК у этих же больных в состоянии ремиссии и рецидива существенно различалось и это различие было статистически достоверным. Эти полученные данные нам продемонстрировали высокую клиническую информативность вирусной ДНК и ее способность отражать естественно различные процессы, происходящие в организме больных РНГ, в том числе диагностировать ремиссию и рецидив. При этом вирусные антитела, веб-специфические антитела такой способностью не обладали. Далее два слайда представлены на которых показаны индивидуальные реакции. На первом слайде имеется динамику титров, антител и вирусной нагрузки у больных с позитивным ответом на терапию. То есть во всех случаях мы видим снижение титров и вирусной ДНК. То есть пациенты у нас выходят в ремиссию. Следующий слайд как раз отсутствие позитивности. Ксения Валерьевна, заканчивать. Заканчиваю, да-да-да, заканчиваю. То есть мы очень четко видим возможности клинического использования этих двух маркеров, как если рассматривать индивидуальные показатели, так и в целом статистически. в целом я хочу в заключение отметить, что проведенные нами исследования показали, что эти биологические маркеры веб-титры, антител и ДНК вирусная могут быть эффективным инструментом для уточнения диагноза и прогноза, но естественно они никаким образом не отменяют возможность использовать дополнительных диагностических средств и они не могут заменить эндоскопию, визуализацию носоглотки с помощью КТ, МРТ, которые естественно в настоящий момент используются в качестве золотого стандарта диагностики, рецидива и метастазирования рака носоглотки. Ну тут я хочу поблагодарить участников этой работы и благодарить вас за внимание. Спасибо большое. Спасибо.